В равнинной местности Сконе, на юге Швеции, два молодых человека реформируют традиционное сельское хозяйство. Они превратили пустой сарай, в котором раньше содержались свиньи, овцы и коровы, в рыбную ферму Готсфеск. Будучи родом из Африки, эти разноцветные рыбы теперь входят в число самых востребованных в Сконе, предлагая экономически чистую альтернативу обычным аквакультурам и находящиеся под угрозой исчезновения дикой рыбы. По сравнению с обычной промысловой рыбой, такой как лосось, виды Готсфеска всеядны и могут питаться в основном овощами. Культивируемый лосось не такой выносливый и ему часто требуется лечение. Кроме того, поскольку они в основном выращиваются в садках в открытом океане, болезни, а также питательные вещества и антибиотики могут распространяться в окружающие воды. И последнее, но не менее важное, лососю нужна соленая вода, и поэтому эту воду нельзя использовать в сельском хозяйстве, в отличие от воды от пресноводной рыбы из Готсфеска. Здесь отфильтровываются рыбные пометы. 95% воды отправляется обратно в систему, а оставшиеся 5% богатой питательными веществами воды используются в качестве удобрения на прилегающих пахотных землях. Микаэль и Йохан основали бизнес в 2013 году. Они разрабатывали и дорабатывали свою концепцию интегрированного сельского хозяйства и аквакультуры методом проб и ошибок. Сегодня они получают награды и заработали ими в ресторанном секторе и супермаркетах. Поскольку спрос на экологически чистую рыбу растет во всем мире, предприниматели хотят масштабироваться и организовать франчайзинг своей бизнес-идеи. Микаэль и Йохан сотрудничают с сельскохозяйственными школами и их старыми учителями в различных университетах Швеции, чтобы обучить студентов их способу разведения рыбы. Новаторская бизнес-идея Готсфеска может стать примером для многих европейских фермеров, столкнувшихся с кризисом в сельскохозяйственном секторе. Субтитры создавал DimaTorzok